добрый вечер добрый вечер как меня слышно как мне видно надеюсь все хорошо кто не знает кто я такая я бахтина елена по специальности врач акушер-гинеколог лет 15 занимаюсь здоровьем здоровьем потому что вы знаете у докторов происходит профдеформация мне казалось что все вокруг больные все вокруг больные хотя я работала ну в принципе с беременными женщинами с семейными парами которые хотят забеременеть который готовится к беременности но такая специальность гинеколог и врач генетик но мне казалось что все вокруг больны вы знаете когда это порядком надоедает хочется заниматься профилактикой и сегодняшняя тема она имеет прямое отношение есть так такое прям понятие первичная профилактика как сделать так чтоб никогда никогда никакая болячка не подкралась к нашему телу для этого нужно делать только то что приносит пользу представляете и совершенно не делать то что приносит вред но я должна задать вам сейчас провокационный вопрос уважаемые дамы и господа скажите пожалуйста кто пользуется косметикой единички поставьте единички поставьте кто пользуется косметикой имеется ввиду зубная паста это ухаживающая косметика шампунчик это ухаживающая косметика имеется ввиду там декоративную мы сегодня не будем рассматривать декоративную косметику а вот да вот прям не стесняйтесь кто пользуется зубной пастой прям единички поставьте в чат кто не яичным желтком моют голову а вот реально шампунь есть да вот тоже хозяйственным было ну ладно вы валерочка вы прогрессивный а вот так хорошо вот ну и конечно девушки это ухаживающая косметика это крем или белая косметика называется вот я например каждый день конечно использую крем сегодня у меня был интересный день мы сегодня был перелет сейчас я передаю вам привет из берлина здесь было сегодня шикарная погода просто шикарная погода вот и почему я сейчас о перелете заговорила когда поднимаешься высоко в самолете очень сухая кожа кто замечал мы просто невозможно без вот этих вот кремчиков и так далее то есть они прочно вошли в нашу жизнь на самом деле и наша сегодняшняя задача от все кто поставил единички вот разобраться насколько это наша косметика все-таки безопасно и это касается и мужчин мужчины не уходить и женщин более того возьмите пожалуйста лупу у кого из дома лупа то что мы сегодня будем прям вот разбирать составы а пока я тут раскачиваюсь сбегайте пожалуйста и возьмите кремы которые у вас есть ну где они у вас по квартире пособирайте зубную пасту возьмите возьмите шампунь чтобы вам было интересно а я вам расскажу 10 основных вредных ингредиентов которые присутствуют в нашей в нашем обиходе в нашей обычных косметических средствах и если вы хотя бы эту десяточку золотую вычеркните навсегда из своего рациона фактически да потому что все что мы намазываем на кожу трансдермально может попадать в кровоток то вы уже проживете лет на 5 на 10 дольше и хронические патологические процессы точно обойдут вас стороной как я придумала классно классно но тогда еще двоечки поставьте в чат кто уже вышвырнул все все вредные ингредиенты из своих косметических средств кто уже думал на эту тему и реально вышвырнул все как и вредные ингредиенты двоечки поставьте а чтобы так вот вообще было хорошо можете хотя бы одно или два вредных ингредиентов перечислить чтобы я понимала может мне уже пора менять презентацию может уже весь мир знает вредные ингредиенты а я тут вам рассказываю рассказ сжег датчик загрязнил окружающую среду сжег утилизировал хорошо двоечки кто уже хороший косметикой пользуется вот вообще проверили по ингредиентному составу уже часть вышвырнула но пока не получается но сегодня я еще подалью маслица в огонь вашего осознания на тему вредности лауреусульфат вот сегодня буду о нем говорить девочка точно да хорошо видите двоечек не так много судим лауреусульфат зинаида молодец сейчас кто не знает об этом сейчас все об этом будет знать а у меня к вам первый провокационный вопрос что общего между детскими влажными салфетками и авиационным антифризом кто может предположить что же там общее там есть какой-то один общий ингредиент который и салфетках которыми мы попки вытираем нашим детям или внукам и то же самое в авиационном антифризе кроме зубной пасты шампуня нет вредных хорошо я уже лет двадцать не использую кремы с консервантами пропилен глюколь точно людмила знала прям пропилен глюколь так сейчас я тут немножечко себе налажу о вот это целая большая группа минеральное масло отлично до пользу с кедровым маслом вместо кремов так натуропатическая такая аудитория у меня знаете есть такая фраза подобное притягивает бесподобно молодцы я вас люблю знаете да я вас люблю хорошо и так гликоли гликоли есть пропилен глюколь давайте прям вычитаем пропилен гликоль есть был такой исследователь но не знаю что на сейчас есть который решил определить ну что же там в этих опухолях доброкачественных злокачественных опухолях какие там химические такие вот загрязнители присутствуют и он знаете что попросил чтоб на него отсылали кусочки удаленных тканей опухолевых и он стал исследовать эти ткани оказалось что в абсолютно всех ста процентах образцах присутствует пропилен гликоль присутствует пропилен гликоль да спасибо спасибо чтобы найти пропилен гликоль я сейчас попрошу вас реально его поискать возьмите пожалуйста свой крем возьмите лупу и поищите на первом на втором на третьем месте может быть кого-то в серединке состава пропиленгликоли управление по контролю за продуктами и лекарствами идеи это американская организация определяет про ли пропиленгликоль как в целом безопасное вещество чтобы у вас потом не было желание мне задать вопрос лена как все это разрешают разрешают более того его стали использовать его используют до сих пор в производстве еды косметики и лекарств еды косметики и даже лекарств я реально вижу достаточно большое количество лекарственных препаратов с пропиленгликоли но в 2001 году вдруг перестали его добавлять кошачий корм видимо эти кошки начали как-то там дохнуть представляете пропиленгликоль запомнили сейчас будем учиться видеть его на этикетках этиленгликоль это антифриз это фотографический проявитель это тормозная жидкость это чернила для штемпеля шариковых ручек типографская краска этиленгликоль не использовать деэтиленгликоль и вы никогда не увидите на этикетке потому что он запрещен он токсичен для людей он токсичен для животных но когда производят полиэтиленгликоль делают полиэтиленгликоль очень сложно полиэтиленгликоль мы с вами пропустим потому что это наименьшее зло но очень сложно отделить из полиэтиленгликоля вот этот диэтиленгликоль поэтому надо очень доверять товаропроизводителю понимать что он использует только дорогие ингредиенты это важно и вот следующий пунктик давайте буду показывать полиэтиленгликоль пэг посмотрите на свои составы пэгов реально везде много и без пэгов невозможно не купить ни единое средство мы его условно пропустим потому что даже натуральных космических средствах существует этот есть этот поле этиленгликоль просто задача состоит в том чтобы он был без примесей деятелингликоля то есть дорогой когда вы используете дешевые средства с пэгом скорее всего там могут быть примеси деятелингликоля вот просто этого полиэтиленгликоля должно быть не так много как определить много пэга или мало в данном составе а вы смотрите на свои на 6 месте вот спасибо людо да смотрите на каком месте стоит например пропиленгликоль пишите пропиленгликоль на каком месте какое средство поле пэг на каком месте какое средство то что стоит на первом месте это основа композиции то есть этого больше всего потом все мечего меньше и меньше и меньше 2 3 4 место занимают и на последнем месте то стоит чего и реально меньше всего как правило это консерванты почти во всех лосьонах после бритья есть этот гликоль артем да потому что когда я говорю о косметике но как-то вот сразу ну наверно это женская тема это не только женская тема это и детская тема и мамочки и папочки должны четко знать как выбирать и детскую косметику в том числе потому что взрослые себе могут позволить какую-то дорогую косметику по выбирать по выпендриваться а детская косметика вы знаете она иногда настолько плоха по составам что просто невероятно я вам сегодня это покажу так в тонике кора на шестом месте от конца ну то есть мало до его полиэтиленгликоля мало смотрите я никогда не покупаю средства которые содержат в себе поле эти и про извините пропиленгликоль вот эту штуку вот пропиленгликоль я не покупаю полиэтиленгликоль но это наименьшее зло и как правило сложно его обойти но есть бутиленгликоли а бутиленгликоли это наши друзья поэтому если ваших составах есть бутиленгликоли скорее всего выбираете именно такие составы первое месте что именно поле какой пропиленгликоль да надеть надежды на первом месте один раз я пришла в йога студию в йога центр с целью прочитать но я давно читаю лекции по правильному питанию по ну в общем много лекций как вы догадались да а вот и тут я решила поговорить с йогами думаю боже на какую тему и как-то всплыло что владелица йога студии годами от мне такую крутую косметику привозят из италии вообще закачаешься кожа как попка младенца о фигуре давайте я вам прочитаю вот эту вот лекцию которую сегодня вам что она готова ну давайте моим девочкам все интересно но у меня все шикарно но в общем говорю давайте она вас по репетирую я взяла этот кремушек зажала его в руку и говорю смотрите я буду сейчас искать три ингредиента первыми назвала пропиленгликоль вторыми назвала минеральное масло и третье назвала жидкий парафин час и обо всех о них расскажу а вот открывая ладошку смотрю на состав все в точности как я сказала она взялась за голову потому что этот крем на тот момент стоил там 35 евро всего лишь 15 миллилитров но в общем это в целом очень переоцененная вещь то есть такая такой состав не может столько стоит если пропиленгликоль на первом месте это ужас 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 и что же такое за сказочное средство надежда гликоли когда товаропроизводитель не хочет то что ему дорого положить глицерин они кладут гликоли то есть это увлажнители о любом вот пошли дальше ой 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 значит будет булькать извините а мы сейчас делаем вот так спасибо извините меня пожалуйста так хорошо значит что мы смотрим молочко для сети макияжа вот да но выйдите артем все по-человечески рассказал тупо мазута который покрывает кожи взбивает пору либо смазка все правильно да артем ищем смотрите на первом месте аква водичка а посмотрите а потом алюминию хлоридаты я сегодня на алюминию не успею сильно наругаться но скорее всего по составу это антиперспирант именно алюминий закрывает поры именно алюминий делает так что а подмышками и сухо и не воняет поэтому это нам нравится просто я же еще дезодоранты когда подмышками только не воняет но не сухо а вот алюминием хлоридаты это вот оно поэтому посмотрите ну как бы природа придумала специальные покриновые железы в подмышечных впадинах пахучие такие да и природа через них выделяет достаточно большое количество токсинов поэтому если у вас есть возможность не пользоваться антиперспирантами алюминий содержащими вы не пользуетесь пожалуйста потому что вы перекрываете волю природы да вы останавливаете выделение токсинов а если у вас есть возможность чаще принять то что пожалуйста лучше бы так вот поступайте использовали я антиперспиранты использую использую потому что у меня бывают большие крупные выступления я должна быть безукоризненная поднимешь руку а там ну что конечно использую а вот но задача их быстренько смывать вот пришли домой можете принять душ смыть антиперспирант из подмышечной впадины или взять тоник сейчас состав моего тоже обсудим и тоником снять вот потому что регулярное использование антиперспирантов повышает риск схлопотать например опухоль молочной железы это так а также алюминий очень легко всасывается в кровоток и вызывает что-то типа синдрома альцгеймера по что накапливается в структура головного мозга и мы с вами это тоже уже обсуждали гексиленгликоль пропускаем в гарнье мицеллярная вода мы ополчились только на пропиленгликоль хорошо танчик с содой можно конечно ладно алюминий вот потом смотрите жидкий парафин в это то что артем сказал тупо нефть сейчас мы разберемся бутиленгликоль нам бы понравился но после парафина уже как-то не очень а вот и посмотрите пожалуйста вот он пропиленгликоль тут где-то в середине состава но я такое не куплю и пэк тут же рядышком я такое точно не куплю и никому не посоветую и если мне такое купят и подарят в подарок я такое не передариваю я такое выбрасываю да бывает вам дарят какой-то подарок вроде и красиво упакованы и так далее особенно вот эти новогодние когда последний момент понимаешь что нужно прийти с подарками начинаешь метаться по какому-нибудь ашану и покупать ну что купить что купить это уже готовый набор подарочный а там вот все вот эти вот штуки вот замечали наверное да потом думаешь как же с ними куда же их деть никому уж не подаришь больше так пропиленгликоль кстати говоря кто покуривает вот эти вот модные электронные сигареты а понятно что обычные сигареты тоже дрянь вот но эти модные электронные сигареты водичка в составе на первом месте пропиленгликоль потом глицерин там никотин и потом ароматизатор это вам для справки чтобы вы знали вкусно пахнет но к сожалению ну и теперь то о чем говорил артем тупо мазута вот реально тупо мазута вот если бы мы взяли с вами нефть она черная такая мы бы ее не стали намазывать на лицо по двум причинам но просто на черное вот а второе если ее разлить на где-нибудь ногу в воду то рыба задохнется потому что вот это вот нефтяная пленка она просто перекрывает доступ кислорода к воду и соответственно рыбы задыхается вот отсутствие кислорода вот такая вот история если немножечко с нефтью поработать то образуется мазут действительно мазут тоже черный тоже на кожу не нанесет но если с мазутом поработать возникает интересный метаморфоз образуется минеральное масло абсолютно прозрачная без цвета без запаха не прогоркающие боже просто мечта любого парфюмера на самом смысле не парфюмера а косметолога человека который создает косметические средства потому что если вы заложите вот например одно время я пользовалась косметикой критской вот если вы приезжали когда-либо на крит то вы заметили там только косметика на оливковом масле и невозможно оттуда уехать чтобы не купить себе эту косметику и я там тоже кстати говоря очень подробно разбирала этикетки моя задача всегда найти бренд в котором от умывал очки все чики-пики до крем чика под глазки понимаете то все позиции умывалка тоник в хорошем состоянии без вредных ингредиентов крем дневной крем ночной крем под глаза может быть еще какая-то сыворотка и все без вредных ингредиентов и когда я такое нахожу я покупаю себе серию так вот я купила эту серию на оливковом масле ну и она мне где-то знаете полгода и пользовалась и уже где-то с третьего месяца понимаю прогоркли эти масла прогоркла это оливковое масло и уже неприятный запах от этого крема но и через некоторое время я поменял эту серию что-то закончилось что-то пришлось выбросить а вот и мой муж вздохнул с облегчением вид фух наконец-то у тебя закончилась та косметика то есть все это конечно чувствуется прогорклые масла минеральные масла вообще не пробовать не прогоркают поэтому поэтому их так любят эти минеральные масла но они от этого не нефтью не стали сижу один раз кафешки а мне одна барышня делает предложение купить целую серию косметики у нее вот ага ресурсом давайте проанализируем этикетки потому что но зачем мне покупать нефть я нефть покупать не буду что вы нет это только конкурентов бывает нет составов у нас нет хорошо давайте беру первый попавшийся крем на первом месте вазелин производная нефти сейчас покажу понимаете то есть а ну как бы думать надо надо думать в азиабаджане есть курорт нафталан там лечит нефтью костные заболевания это да да это больного терапия ну не больно курорта терапия да но это не значит что мы должны использовать косметические средства кстати говоря не вот эти вот нефтяная косметика она не не столько токсична сколько комедогена то есть реально забивает поры как сказал артем ну вот и все и кожа не дышит также как бы не дышали рыбы понимаете да вот согласно с артемом вот у меня сегодня это называется адвокат бренда да спасибо большой артем помогаете мне вот хорошо а из минерального масла делать жидкий парафин кто девочки делал а парафиновые аппликации на ручке я как бы против парафиновых аппликаций на ручке на самом деле особо ничего не имею вроде бы потому что руки это грубая довольно толстый слой эпидермиса и это минеральное масло точнее жидкий парафин особо никуда не всосется особо никуда не всосется но постоянно мазать на лицо а что такое для женщины лицо это и лицо и вся зона декольте да у меня например такое представление это конечно комедогена это недопустимо жидкий парафин минеральное масло это нефть запомнили да хорошо мужчины знают как выбирать моторное масло и у них у них они знают что есть синтетическое моторное масло а есть натуральное ну то есть из нефти моторное минеральное масло то есть минеральное масло вашей косметики и минеральное масло которое мужчина заливает в свою красавицу машину это одно и то же это производная нефти чтобы это знали также жидкий парафин вы можете встретить в жидкости для розжига это в чистом виде жидкий парафин точно такой же в малом в меньшем количестве но иногда на первом месте в составе вы можете увидеть на свое на своей баночке возможно даже очень дорогого крема напишите девушки мальчики кто нашел уже своих составах жидкий парафин называется ликвидум парафину или нашел минеральное масло или mineral oil и напишите что это был за крем или что-то было за произведение искусства чтобы мы с вами это понимали а я пока пойду дальше я уже сказала что минеральные масла и любят потому что они не прогоркают вот и я уже сказала что вазелин она латинице это называется петролатум это тоже производная нефти давайте почитаем что же это за производная нефти это смесь парафина церезина и масло получаемого при депарафинизации остаточных нефтяных масел серно-кислотной или селективной очистки и это называется вазелин основное действующее вещество всех советских крем ушков да было дело до крем для ног пяточка индия но вот разве что для стоп для ног это я никогда не покупаю вещи кремы без состава реально никогда не покупают но тут я шла знаете без попутал шла по по львову на такая классная погода такое какое-то благостное состояние там сейчас очень хорошо вот просто душевненько так и я зашла в маленькие везде маленькие какие-то магазинчики магазинчики тут на левочка там еще в общем сказка тут музыканты играть и я зашла в магазинчик где мыло ручной работы что-то еще раз ручной работы там были маленькие вот такой вот буквально вот должен видеть это может быть валяется вот как на картинке вот буквально такой бальзам для губ и а я его купила он без состава был так приятно пахнет называется милые темки вот так вот мажу 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 понимаю моим губам все хуже и хуже но смысле намазала и они при блестят и круто а вот через некоторое время через час все хуже им и хуже они еще более становятся высушенными я думаю что там на первом месте именно петра латум именно вазелин поэтому тут с пяточками тоже большая проблема надо любить себя всю и пяточки включая пропиленгликоль на предпоследнем месте в креме для лица но этого видимо у вас дорогой крем до марина потому что я часто очень летаю и если есть время повисеть в зоне duty free походить посмотреть на крема там же все очень красиво дорого вы знаете очень сложно найти элитный бренд такой типа извините из ты лауда а вот без пропиленгликоля на предпоследний действительно очень сложно бывает но вы знаете ищите и обрящите точно вот детское масло джонсон парафин парафин татьяна вы прям меня опередили сейчас я вам покажу это но для начала я вот это вот вот этот вот тюбичек который хотела иметь любая женщина в постсоветском пространстве но еще там ну не знаю может быть восьмидесятые каждая они мечтала это знаменитый бальзам эйд который восемь часов держится на губах вот тот самый знаменитый бальзам вот это вот и есть вазелин в чистом виде элизабет артен никому верить нельзя и так резюмируем а как увидеть нефть на этикетке вам же никто не над не напишет что в этом креме есть нефтепродукты а сейчас никто вам это не напишет но мы с вами уже осознанные потребители и если мы видим жидкий парафин или liquid парафин то это нефть парафиновое масло парафин ойл парафином liquid вот я читаю это тоже нефть боже даже 3 ленгликоль смотрите лиля я всего не знаю и это слава богу но есть целые сайты которые прямо разъясняют из чего делается те или иные ингредиенты и так далее когда озабачиваюсь этим вопросом я как-то нахожу этот сайт и там есть ну полностью вся раскладка ну кто же знает о продукции фирмы а у свобода я и фирму то не знаю а у свобода что там за продукция тем более но люди жидкий вазелин петролатум liquid или петролиум oil если вы это видите это тоже не покупайте и белое минеральное масло white mineral oil звучит конечно прикольно но это все равно нефть это все нефтепродукты все кто научился видеть нефть на этикетке я просто вас поздравляю вы молодцы пошли дальше смотрим на johnson's baby здесь опять история мне было 25 лет когда у меня проснулся материнский инстинкт и как-то так быстро проснулся что фух ночью моя жизнь изменилась очень сильно до рождения ульяны после рождения ульяны я поняла что я живу для этого человечка и что я и работать хочу для этого человечка но в общем такая вот изменение серьезные произошли ясное дело что я хотела для него все для нее всего самого лучшего и конечно johnson's baby тогда рекламировали по телевизору вот я купила johnson's baby а дочка родилась и давая ее обрабатывать ее нежные складочки вот этим вот вы знаете через некоторое время пришла медсестра сейчас посмотрю что вы пишете смеси для волос самостоятельно делать чем по магазинам бегать экстрасенс натуропат ну да смотрите артем предлагает ну да да сейчас вот сейчас разберем johnson's baby да сейчас дойдем до шампунчиков конечно вот так вот приходит ко мне медсестра и говорит с чем вы можете складочки новорожденного а я же на тот момент врач акушер-гинеколог заканчиваю магистратуру я же врач она кто медсестра и говорит джонсом лучшим джонсон's baby он говорит мамочка бросайте вы это сделайте просто стерильное подсолнечное масло потому что заработайте стрептодермию ну я улыбнулась ей выпроводила ее и продолжала мазать этим маслом через два дня вижу складочки воспалились стали красными плотными приходит моя мама смотрит на это дело год ты чем мажешь но грины самым лучшим джонсон's baby ну лена я не знаю чему тебя там учат в университете но видимо не помогать тебе вот отругала меня реально сделала подсолнечное масло стерильная и выкинула это джонсон's baby а потом много лет уже после я стала обращать внимание на составы и нашла этот состав слушать и но об обалденно это это такой верх цинизма я вам сейчас прочитаю и вы конечно же оценивайте оцените состав жидкий парафин в чистом виде изопропил пальме пальмитат это пластификатор ну и парфюм чтоб как-то хотя бы пахло так вот специально разработали понимаете очень сложно наверное много лет разрабатывали разработана специально для кожи новорожденных удерживать 10 раз больше влаги бы конечно парниковый эффект намазали нефть на кожу парниковый эффект конечно будет удерживать 10 раз больше влаги специально разработана специально для кожи новорожденных просто мне интересно посмотреть на состав этих ученых и сколько лет они работали над такой специальной разработкой из нефти сделать что-то для новорожденного создает легкий защитный слой идеально для детского массажа удерживать до 10 раз больше влаги задумайтесь при нанесении на влажную кожу по сравнению с многими другими лосьонами наносимые на сухую кожу чуть вообще не могу понять сравнивают несравниваемые гипоаллергенно пишут протестировано дерматологами пишут но видимо я так говорю на своих детях наверное не дерматологи тестировали наносить только на сухую кожу детям ну вот вот так как как вам как вам глубина цинизма купила в израиле концентрированный сервис сервис для лица с витамином е и c ничего вредного не нашла но цена была не маленькая вот как делать на водяной бане берете небольшое количество масла ну то которое вам пригодится подсолнечного и ставите его на водяную банку баню и вот кипятите эту воду это масло нагревается это фактически пастеризация такая происходит да вы же садим лауре сейчас дойду сейчас дойду ну что по johnson's baby кто впечатлен поражен знаете как учительница русского языка впервые прыгнула с парашютом а была поражена удивлена вдохновлена но вырывались совсем другие слова вот у меня тоже честно говоря по поводу этого johnson's baby гексилен гликоль мы пропускаем бутилен гексилен гликоль и еще есть какой-то такой хороший гликоль типа каприлику каприловый гликоль тоже нормальные свет сейчас дойдем до пары бена видите вы уже хорошо знаете но берите пожалуйста свои шампуньки в руки до шампуньки взяли давайте посмотрим посмотрим что там чем нас мульта вот вот чем нас моет вы уже знаете это вещество содиум лауреал сульфат вы знаете она ну как бы не онкогенная то есть не вызовет злокачественную опухоль нет она не токсичная но она часто заходит наш организм а выходит не так интенсивно как мы его заводим потому что если вы возьмете свою зубную пасту то вы там найдете лауреал сульфат натрия поищите пожалуйста и поставьте единички кто нашел зубной пасте лауреал сульфат натрия только взять нужно картонную упаковку как правило на зубных пастах на картонной упаковке пишет состав кто нашел лауреал сульфат натрия вот так он пишется содиум лауреал сульфат или на русском языке в своем своих шампуньках гелем для душа поставьте двоечку то есть смотрите полость рта обработали волосы обработали тело обработали а вы знаете я вижу а содиум лауреал сульфат даже в лекарственных препаратах я не понимаю зачем с какой великой целью а содиум лауреал сульфат положили например в эссенциале эссенциале это то что призвано защищать печень восстанавливать печень это фосфолипиды я пропагандирую и рату за них но не в составе эссенциале там и еще умудрились положить девяносто шестипроцентный этиловый спирт ну прочие ингредиенты понимаете а вот как это работает но давайте сначала посмотрим из чего это делается из додеканола в присутствии с серной кислоты это делается я когда-то решила вот такую вот штучку ну типа купить выяснить сколько стоит вот такая упаковка лауреал сульфата натрия но давно это было может быть лет пять назад она стоила тогда 800 гривен это не знаю 1600 рублей примерно на представлять сколько можно наделать вот этой пены сколько можно пенящийся вещей наделать имея вот такой вот бочонок просто она не знаю там прибыль наверное тысячи процентная я давно еще впечатлен неприятно с ними делать массаж как будто не пускают ощущение от клиента на руки да да вы видимо массажист артем да да вот если человек делать массаж он как-то вот выбирает хорошие средства если парафин на седьмом месте парафин вообще не используем вот если есть парафин значит вы держите в руках ширпотреб дешевку значит и все остальное там дешево невероятно потому что серьезный товар производитель который туда экстракты трав поставил полу включил какие-то масла корректные он не он себе не позволит туда жидкий парафин запихнуть поэтому сразу куда людмила в мусорку и пасту в мусорку слушайте сегодня почистим почистим ваш дом от вредных ингредиентов паста о секреты видите бабушки агафьи паста нет лаурила на кока сульфат содиум кока сульфат сейчас пропускаем его я сейчас расскажу нормально так хорошо хорошо так как же он работает он достаточно быстро всасывается в кровоток вот намазали на кожу и сосываем сос accesorso вот ходит 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 выводится через печень через почки но так как скорость введения больше скорости выведения до страдает например глазки знаете что сейчас выросло количество а катаракт очень много катарактов реально невероятное количество катаракт и они молодеют и молодеют и молодеют потому что внутри глазное пространство тоже может содержать лавриал сульфат натрия и это травмирующий агент конечно ничто так не травмирует хрусталик как переедание углеводов в вашем питании передозировка но содиум лауреусульфат в том числе и мы еще но тогда вы будете знать сколько мне лет но я начинала чистить зубы еще порошком я это помню а потом вот включились эти пасты кстати в пастах не только лауреусульфат ищите но еще втор я не немножко сегодня расскажу и тот же самый алюминий то есть три вредных ингредиента в одном давайте выпьем водички хорошо пошли дальше ну я специально перепроверила машины они он нами парик поверхностно активными веществами моют этими же веществами мы с вами моем посуду свою шевелюры свои мы моем все-таки лауреус ульфатом натрия это разные немножко вещи но дойдем и до этого правда не сегодня как это видеть на этикетке если у вас переведенная этикетка то очень все просто но вот это точно покупать не нельзя несмотря на то что это лориаль на первом месте вода потом пропиленгликольн потом глицерин но не хватило средств просто глицерин положить ну ладно потом содиум лауреусульфат но дальше читать вообще бесполезно я только дочитываю до первого вредного ингредиента и все просто ставлю на место и не трачу свои деньги зачем за свои деньги покупать я да вот это вот вообще непонятно зубная паста из таиланда состав карбонат кальция это мелда ментол ментол а dot 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 с сульфат натрия вот это скорее всего пенящийся компонент масло гвоздики барнелон но я слава богу не все знаю камфор отлично даже экстракт мангостина мангостин это суперовый антиоксидант просто невероятный кто зубных пастах ну смотрите кто вообще яд в любой в любой дозировки понятно что наша эмаль от это вот она содержит ядрокси апатит кальция ядрокси апатит кальция и вот именно эмаль она прям вот она же очень прочная на как металл а в том числе содержит соединение фтор именно поэтому она такая прочная прочнее чем другие кости вот но добавление специально фтора в зубные пасты ну давайте у меня последний слайд для этого заготовлен а вот я вам покажу какое количество стран отказалась от фтора и вы сделаете свой вывод гель для тела не покупаю хорошо да знаю что не только дополнительное фторирование зубов и стоматологов делают но есть такие вот территории где фторируют воду например а есть территории где развивается флюороза передозировка фтора в пище в водах грунтовых и так далее и у людей развивается флюороз наоборот разрушение зубной эмали в связи с передозировкой фтора этого содиум лаурез сульфат вы хотите выяснить давайте выясним содиум лаурез сульфат может меня не будет слайдик а он помягче просто есть аммониум лаурил сульфат из овощных масел лаурил глюкозит это делается из глюкозы кока глюкозит делается из кокоса лауром фацетат ну тут скорее всего не знаю честно говоря источник есть такое мыльное дерево вот она тоже богато этим лауром фацетатом как веществом и и его тоже используют то есть в основном источники кокосовое масло и глюкоза это были мягкие источники вот которыми можно пользоваться ну и вот нам еще видите подсказали додоцил сульфат натрия поля подсказала тоже видимо абсолютно натуральное мылящиеся средства так что вы мне тут пишите силиция это песок это блок содиум сульфанат пропускаем хорошо вот а содиум флюорид это фтор содиум флюорид это фтор я не использую фторированные зубные пасты я это делаю не использую их уже 10 лет и мой стоматолог он мной доволен я использую не фторированные без алюминия зубные пасты и без лауреал сульфата натрия у меня нет никаких налетов ничего нет ну бывает там где-то кариес но это редко раз в два года какую-то там ну давайте вот эту может быть тут будет дырочка давайте уберем вот так вот у меня сейчас происходит хотя было по-разному на самом деле особенно после рождения ребенка вокруг меня водили хороводы стоматологи приводили студентов и говорили вот так выйдет выглядит ротовая полость недавно родивший и кормящих женщин вот так вот я а я отказываюсь да я не фторирую зубы своим детям я возможно здесь вхожу в конфронтацию со стоматологами но у каждого свой выбор должен быть я немножко авторе чуть чуть позже скажу сошлюсь на одного исследователя хорошо содиум сахарин оставляем это из глюкозы да вот ирина павленко тоже считает что факторировать категорически нельзя может быть она стоматолог фтор флюорид называется я еще покажу гульнара еще покажу запомнили вот это да ну или запишите или спотаете или запомните или у вас эта запись будет ну в общем вот эти вещи ищите я должна вам сказать что вот вещи такие как качественные и щадящие они не продаются по пути человека который идет вот через проходную прошел вертушку да а вот и идет домой спальный район там везде натыканы по этому пути ширпотребовские магазины надо подумать и поискать и вы обязательно найдете я просто вот вас верю ну давайте пойдем дальше это мы с вами разобрались что не должно быть в кремах в шампунях и зубных пастах а теперь тоники тоники алкоголь дэнат или алкоголь дэнатурат пожалуйста и возьмите свои тоники и поищите алкоголь дэнатурат это технический спирт чем он не хорош он обезвоживает глубокие слои кожи то есть если намазать его на поверхность кожи то вот те клеточки которые знаете эпидермис внутри живые клетки они делятся 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 и всплывает на поверхность а поверхность это уже чешуйки это большая часть нашей домашней пыли поэтому нужно регулярно мыть пол влажную уборку потому что в собственных чешуйках мы живем фактически вот а если использовать алкоголь дэнатурат он очень быстро обезвоживает глубокие слои кожи и когда они через 14 дней становятся уже поверхностными чешуйками они раньше просто обезводились и но в общем мы получаем сухую пересушенную кожу хотя первый результат первый вот отклик лица очень хорош поэтому когда у меня такая была знаете миссия прям какой-то год я прям заточилась на эту тему и я собирала там круглые столы с косметологами какими какие-то саммиты и мы прям учили эти вредные ингредиенты но прежде чем их собрать на себя я прям вот посещала эти косметические салоны разговаривала с косметологами заглядывала на их предметные столы что же там стоят стоит везде алкоголь дэнатурат в этой косметики которая профессиональная потому что у меня мало времени если косметолог вот вы легли вы должны встать от меня просто красавицы вот в шесть раз моложе чем пришли понимаете соответственно мне нужно использовать тяжелую артиллерию а алкоголь дэнатурат это тяжелая артиллерия в агоречном лосьоне есть но вы у меня спрашиваете вы составы сбросьте любой гликоль нормальный нет пропилен гликоль мы отменили пропилен порошок для зубов не знаю я все-таки использую я люблю 21 век слушайте очень люблю и сейчас 21 веке есть доказательная косметология прям вам докажут что действующее вещество они умеют проводить через дерму она оказывается в дерме он там по-своему работает там разными методами доказывать например можно они создают маркеры то есть вещество необходимое должно появиться в дерме не просто намазали на кожу и все на эпидермис и она тут торчит а самый ценный слой в дерму должно пройти его радиоактивной меточкой метят а потом через некоторое время берут биопсию и там определяют если радиоактивная метка или нет вот это называется доказательная косметология и сейчас такие средства есть как я могу ими не пользоваться это достижение слушайте вот я как бы не готова честно говоря может быть я не готова сама делать косметику хотя я покупаю косметику которую вот например есть у меня замечательная ирочка которая с мужем сделала лабораторию и вот в этой лаборатории делать просто сногсшибательную косметику но это не мне дано поэтому так хорошо фтор флюорид не бесполезен смотрите флюориды немножечко позже ним расскажу я рекомендую не использовать парадон такс без фтора содиум бикарбонат это сода aqua это вода глицерин но глицерин и алкоголь алкоголь там есть если просто алкоголь без вот этой вот добавочки дэнат алкоголь бывает бутиловый цитиариловый и так далее какое угодно главное чтоб не алкоголь дэнатуральный дэнат светлана хороший состав хороший состав вредно ли профессиональную косметику всегда нужно смотреть состав вот те профессиональные бренды которые я осмотрела и отработала я ими не пользуюсь потому что это реально вреднючие вещи реально вреднючие вещи бензил алкоголь оставляем бензил алкоголь оставляем убираем только алкоголь дэнатурат кто нашел алкоголь дэнатурат очень часто в солнцезащитных кремах но скажите мне четверочку тогда глицерин в зависимости от влажности среды если среда влажная то глицерин на себя притягивает воду и увлажняет кожу если среда очень сухая как вот у меня сегодня было в самолете то если бы я зашла туда в глицерин новом креме то он наоборот бы из моей кожи вытащил воду вот такая вот ситуация по глицерину если алкоголь из сахарной свеклы он не будет называться алкоголь дэнатурат вот алкоголь дэнатурат историю рассказать но это не история наверное история может быть история в общем анекдот трое алкашей идут по лесу и вдруг один из них видит видит бутылку закупоренную непочатую бутылку она ее быстренько откупоривает взял на руки понюхал растер водка водка понюхал ну вот коже сделал пару глотков и намертво замертво упал но из слабеющей руки второй алкоголик подхватил эту бутылку смотрит на первого как который уже перестал биться в конвульсиях думает ну как ну вот коже думал думал решил тоже попробовать и тоже упал замертво но третий смотрит уже два трупа взял эту бутылку нюхал нюхал водка же помогите и туда же а вот это был метиловый спирт это был метиловый спирт белорусская косметика как вот не относитесь я ко всей косметики хорошо отношусь пока мне не покажут состав понимаете не имеет смысла как-то относиться к какому-то бренду бывает бренд весь чики-пики вот а только в одном а каком-нибудь один крем но вот вообще с алкогольным денатуратом но как правило так не бывает если товаропроизводитель все-таки не человек веколюбив он алкоголь денатурат в тоник поместит лаурил сульфат в умывалку поместит в крем он поместит нефть и так далее то есть он найдется понимаете так в косметике белита дешевый консервант 2 бром вызывает крапивницу о видите я об этом не знала спасибо большое вот так вот почитаешь почитаешь информацию и будешь еще больше знать но бром он и и в африке бром минерал да хорошо плацентарный экстракт как вы к нему относитесь я как акушер гинеколог должна сказать что плацента это гормонопродуцирующая ткань продуцирует достаточно большое количество прогестеронов и если конечно чужие женские половые гормоны намазывать на свое лицо то лицо конечно просветлеет вот но одновременно это вмешательство в гормональный фон женщины которая намазывает чужие гормоны на себя понимаете когда а намазывает чужие гормоны на себя это фактически заниматься заместительной гормональной терапии можно сбить настолько свой яичниковый цикл и гипоталама гипофизар на яичниковую систему что мало не покажется но это наверно плохая цена за то что в течение там двух трех недель у вас будет более нежная кожа это первый момент ну да плацента животных но в данном случае животных но на самом деле не всегда животных не всегда животных вот а а когда не всегда животных у меня вопрос если это женская плацента то обследовали ее на вич на вирус папилломы человека на вирус гепатита и так далее да а с учетом того что мы знаем только каждый десятый вирус но в данном случае до животных откуда я взяла эту замечательную фотографию я пыталась найти ну как бы сформулировать понимаете мне понятно почему нельзя использовать гормона подобные такие инстанции то есть субстанции извините перелет я не подбираю слова был вот мне это абсолютно понятно но многим то непонятно и когда вот рылась как бы вот это объяснить поподробнее я нашла сайт где какая-то умница рассказывает как колопуцать из такой донатурированные плаценты эмульгированные всякие кремушки я должна сказать что очень популярный сайт я поэтому вам говорю не вмешивайтесь по добру поздорова в свою гипоталама гиппизарна плацентарную то есть яичниковую систему а в том числе видите водный экстракт и сконсервированный на холоду плаценты человека используется для создания различных масок именно поэтому я говорю дай бог чтоб этот человек эта женщина была хорошо обследована нам ее вирусы не нужны как а продают плацентарные маски а вот я сейчас вам зачитаю текст в котором вообще нет никакого смысла но тут столько продающих фраз которые знаете я читаю и я запутываюсь я просто логики не понимаю в этом тексте нет логики а для человека который не сильно искушен в этих всяких медицинских терминах и при бамбасах ну столько много красивых сложных слов круто и так купите вы у меня или не купите плацентарные маски на основе живого биоматериала слушать какой живой биоматериал водный экстракт из консервированный на холоду плаценты человека на минуточку это плацента сидела в этой женщины ну там чуть меньше чем 40 недель беременности проводила через себя токсины ребенка питание к ребенку зрелая доношенная плацента это такой блин а сера такого красного цвета с кальцинатами ну в общем уставшая себе ткань это называется живой биоматериал вы о чем ребята новый подход к коррекции лица они омолаживают организм в целом имеют выраженный косметический эффект благодаря внимание запуску собственной программы регенерации эпидермиса и дермы но какой ну впрыснули немножечко этого прогестерона и что пройдя 10-дневный курс применения живых плацентарных масок клеточной терапии ого уже у нас клеточная терапия ну вот как бы ну ясно понятно что экстракт консервированный на холоду плацента человека ну ладно клеточная терапия вы получите гарантированный долгосрочный результат нехирургической подтяжки лица и омоложения кожи но что купите вы у меня как я хорошо расписала 10 дней впрыскиваем прогестероны и эстрогены а потом не впрыскиваем бедная гипоталама гипофизарной но яичниковая система кондиционеры надо отсматривать составы в украинской фирме честь ничего опасного не нужно молодец а плацента животных то же самое то же самое мы имеем стероидные гормоны которые немножко отличаются по составу но нет ни не не глобально про папиллом прививка папиллом больше 30 лет я плохо отношусь к этой прививке объясню почему что такое алла спрашивает есть вирус папиллом у человека и этот вирус папиллом у человека мы получаем к 50 годам 90 процентов населения инфицированы иногда он проявляется как вот выползли папиллом и в большом количестве вот иногда он проявляет его высевают берут анализы скоб и в нем видят с поверхности шейки матки например эрозия шейки матки и вот сделали анализ и нашли вирус папиллом у человека почему и да и если я человек получил этот вирус папиллом у человека как правило в течение двух лет у 90 процентов людей происходит самоизлечение самовыздоровление но есть небольшой процент людей у которых во первых есть онкогенный тип это 16-18 тип вируса вирус папиллом у человека который может может провоцировать рак например шейки матки это да вот но слушайте у нас же есть возможность наблюдаться даже есть возможность наблюдаться я никогда говорю если у женщины есть эрозия шейки матки и ее нужно пролечить ее нужно просто прижечь сейчас есть большое количество очень таких нежных методов магнит радиомагнитные так далее раньше была только электрокоагуляция и криодеструкция сейчас есть более современные которые не оставляют никаких рубцовых изменений то есть мы можем следить мы можем раз в год приходить делать анали анализ мазочек на атипичные клетки вот они так что взяли всех подростков 13 лет и просто поголовно сделали им прививку прививка от которой содержит ртуть прививка который содержит алюминий и вообще не факт что она сработает когда-то я специально смотрела исследование рандомизированные плацебо контролируемые и вот больше всего нареканий и осложнений именно от этой прививки и и считают неоправданной и ее считают достаточно вредной и более того количество осложнений от этой прививки значительно очень сильно занижена потому что если допустим осложнение просто повышение температуры недомогания женщина может или девушка 13-летняя может не связать на самом деле с недавней прививкой или прийти к доктору он пожмет плечами скажет ну может быть поствакциональное осложнение давайте подождем что будет завтра завтра уже все хорошо то все это очень ну как бы вот очень не непонятно поэтому у меня двое деток 17 вы извините 18-23 года и я не дергалась их прививать будет будет спасибо спасибо по поводу красавицы так пэк смотрите на первом месте пэк на втором месте глицерин лимонная кислота а хлоргиоксидина диглюканат это что-то такое светлана бондаренко что обеззараживает ручки скорее всего да вот лосьон такой да чтобы можно было поесть в любой с любого в любом месте чистыми руками да скорее всего вот это вот она хлоргиоксидина биглюканат это очень мощное средство которое убивает бактерий папилломы на спине удалите если мешает то удалить содиум бикарбонат в одной пасте содиум бикарбонат это сода сода это неплохо но хорошо плацентарной маски вы что-то не хотите покупать извините на украинском языке но просто я на русском такой откровенной откровенности не нашла на украинском нашла и так состав экстракта плаценты буду переводить препарат содержит карбоновые и нуклеиновые аминокислоты это ошибка не бывает карбоновых аминокислот и нуклеиновых бывает просто аминокислоты гликозами на гликаны да а ну улеихолин подобные вещества это медиаторы возбуждения центральной нервной системы вы этого хотите 17 кетостероиды это то что делают наши надпочечники вы хотите с экстрактом плаценты получить гормоны коры надпочечников и эстриол эстриол это женский половый гормон эстриол вот ну а дальше такая вещь повышает резистентность организма при различных заболеваниях ну типа а ускоряет процессы регенерации и рассасывания патологических измененных тканях нормализует процессы обмена вот можно этому особо не верить потому что все-таки это некорректный способ введения и написано стимулирует гипоталама гипофизарно-отпочечниковой системы не стимулирует а разбалансирует и даже работает вместо нее а когда начинаешь отменять то это несчастная гипоталама гипофизарно-отпочечниковая система не знает чем заняться понимаете но надеюсь я вас отвадила не будете вы мазать экстракт пациенты на лицо ну и давайте что еще из рекламного что еще из рекламного конечно мы хотим чтобы у нас был коллаген молодого типа альбумин эластин это белки они не вредны но просто представьте себе белок это огромный такой молекулярных единиц может быть 300 400 молекулярных единиц это огромный крокодил я взяла его этого крокодила намазала вот на поверхностный слой эпидермиса а он бедненький из чешуек состоит то есть крокодил по идее ну как бы считается должен пройти вот через все эти клеточки протиснуться до руками ногами их растаскать чтобы пройти через вот эту базальную мембрану и попасть куда в дерму так думает женщина она покупает крем с коллагеном и понимает сейчас я намажу коллаген на лицо и он у меня пойдет в мои структуры кожи не пойдет он так и останется на поверхности этого рогового слоя эпидермиса и никуда он внутрь не пойдет просто закупорит поры точно так же как это делает нефть вот есть товаропроизводители которые как бы расщепляют подготавливают эти белки на мелкие запчасти эти запчасти должны еще пройти через поры базальной мембраны пора базар базальной мембраны 5000 молекулярных единиц 5000 то есть это очень маленькая парочка то есть надо расщепить этот коллаген эластин да вот такие такой маленькой маленького значения и у меня все равно остается вопрос а как это все через эпидермис пройдет вот это вот честно говоря не знаю скорее всего все это просто рекламный ход а мы что с вами делаем кто покупал курс по по белку что мы с вами делаем мы учим свои системы переваривания пищи перепаривать эту пищу дотла подавля подавать в кровоток аминокислоты из которых ваша кожа ваша дерма ваши клеточки создадут вам ваши альбумин коллаген эластин ваши ваши они козье и не овечье и еще чью-нибудь ваши вам ваши надо понимаете для этого что нужно делать соблюдать суточную норму белка и воды так лороше но видимо вот для лица светлана бондаренко это он еще и обеззараживает очень хорошо массовая пропагандка в школе рулит а что скажете про прививки титанус коль краснуха прививать 13 лет новый прям про прививки это очень серьезный разговор про прививки я стараюсь не власть в эту тему вот но я вижу что сейчас и прививочный материал поменялся и самое главное что это не оправданное такое большое количество прививок в таком детском возрасте поэтому иммунитет у наших детей очень сложно на самом деле все это дело переработать и сам прививочный материал зачем туда алюминий добавляет он так называемый одевант то есть алюминий вообще в нашем организме не нужен он токсичен изначально причем он токсичен для клеток головного мозга на самом деле вот и в прививках он для того чтобы драконит специально иммунную систему чтобы иммунная система увидела что есть прививочный материал и там есть ну не живой живых не делать а оттенуированные ослабленные вот эти вот возбудители и чтобы иммунная система увидел этих возбудителей то есть фактически алюминий должен повышать активность прививочного материала на самом деле эти прививки сейчас дают большое количество побочек коллаген лучше не пищевой нет пищевой добавки пить лучше таня научиться есть суточную норму белка из яичек из творога из мяса рыбы птицы из бобовых из орешков и так далее в зависимости от того вы на смешанном питании или вы вегетарианец научиться есть то что коллаген это самый сложный белок для расщепления нашими ферментативными системами самый сложный и не надо есть коллаген чтобы делать коллаген вам достаточно есть яйцо чтобы подать расщепить его его легче расщепить чем коллаген подать его во внутренние среды и внутри внутренние среды разберут аминокислоты из этого яйца или то же самое что ну там рыбку например все плохо что же хорошо а что а что плохо людмила а что плохо в талаты в талат это группа промышленных химических пластификаторов давайте зачитаю который используется во многих косметических средствах от лаков до ногтей до дезодорантов более того в талаты есть вот во всех полиэтиленовых оболочках в талаты в талаты вы можете увидеть лекарственных препаратах и это ужасно это ужасно выяснена связь между в талатами и развитием женских половых органов у новорожденных мужского пола в талат убивает эндокринную систему то есть они нарушают деятельность эндокринной системы в талаты никогда особо не пишется на этикетке но под лекарственных препаратах они прописаны и в талаты в целом запрещены запрещены но я вижу в талаты даже извините в аптечном креоне два вида в талат два вида в талат вот поэтому старайтесь тоже читать этикетки и в талаты вот в лекарственных препаратах вижу а в косметике честно говоря не видела ни разу ну хорошо хорошо а теперь давайте разберемся в консервантах что же с в этих консервантах сейчас конечно есть прогрессивные вот я например смотрю на какие-то средства и вообще не понимаю чем законсервировали есть специальные формы например аскорбиновой кислоты которая работает как консервант но формальдегида в наших средствах еще бешеное количество невероятно если хотите давайте мы это проверим только сначала скажите что у вас как ассоциация со словом формальдегид или формалин формальдегид формалин какая ассоциация что сразу всплывает так никто не знает неужели ну я знаю трубка да 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 вот то есть это клеточный яд до который стабилизирует мертвую ткань чтобы это мертвая ткань не разлагалась поэтому анатомичка морг все все вот да вот но так как замечательно стабилизируют представляете как цинично использовать не формалин формалин вам не напишут на этикетки а производные формалина производные или те вещества которые которые со временем образуют формальдегид как бы выделяют формальдегид в наших косметических средствах да хорошо вы знакомы с этим вопросом я вижу так ну давайте посмотрим их все всего лишь 7 таких наиболее популярных производных формалина смотрите в самом конце этикетки в самом конце этикетки смотрите очень часто я вижу ими до дизельдин уреа если на русском языке и имидазелидин мочевина кто нашел ставьте девяточку имидазелидин уреа очень часто если вы видите такой продукт его точно надо выбросить вот но сто процентов потому что это вещь которая отравляет печень почки и очень плохо выводится из организма практически не выводится из организма и если вы видите крутой состав вам там все нравится и цена хорошая но в конце ими имидазелидин ура это надо сразу же выбросить сразу же очень часто встречается квотерниум 15 красиво и звучит в это запомните квотерниум 15 очень часто встречается просто дизель один ура и может быть вы увидите дм дм я говорю даша маша даша маша гидантаин вот это очень очень часто красный год до добавляют до сохранности слышала слышала вот пожалуйста но вот если это есть вот если минеральное масло если с жидкий парафин пропиленгликоль какой-нибудь производная формалина то это точно ширпотреб лучше и вообще ничем не вне мазаться чем мазаться этой фигней опасной фигней убивающей сокращающие жизнь триклоза нам тоже не подойдет вот не подойдет нам триклоза посмотрите до применения много бактерий на руке а после применения мало бактерий на руке но извините до применения были сопрофиты это зелененькие положительная флора которая нас любит а после применения остались только условно патогены видите красненькие смысл история такова мы учились с иностранцами это ребята из бангладеш вот из тех стран и они такие восторженные такие немножко наивные они рассказывали как они живут они говорят у нас такие мамы заботливы у нас даже мыло которое делает так что бактерии не растут на руках представляете вот так вот они рассказывали думаю что же это за мыло а потом буквально через год у нас появилась мыло сейфгард напишите троечки кто когда-либо использовал мыло сейфгард и был доволен что он использует антибактериальное мыло какой прорыв человеческой мысли антибактериальное мыло троечки поставьте я я использовал троечка да вот но правда недолго что-то не знаю но знаете если убивать нормальную микрофлору то мало не покажется вот реально антибиотиками если в кишечнике убивать нормальную микрофлору просто сдохнет иммунитет если на руках это делать то тоже что-нибудь там сдохнет вот если вымывать влагалище извините с принцеваниями бесконечными с чего-то то там тоже не будет нормальной микрофлоры в общем не надо лезть куда не просят но живет в нас три килограмма в нас в нам три килограмма нормальный микрофлор пусть живут и это обеспечивает барьерную функцию этих органов и кишечника и влагалище и кожи и рота глоточного кольца нельзя лазить туда куда добавляют и глаза ну конечно в шампуне от перхоти в том числе помыл один раз и все и и порядочек да а на самом деле а на самом деле ну нарушил биоциноз нарушил биоциноз сказали да что она вредная но многие ящиками покупали да что за абсолют не знаю гадости считать как обоснованно химические не в курсе но интуитивно сразу нет дочка давно читает этикетки начала бороться именно с триклозан это замечательно сейчас вы знаете это надо пропагандировать вот вы знаете не молчите я знаю что сегодня про кого-то рассказала историю у меня самая травмирующая история это с джонсон с бэйби обязательно кому-нибудь расскажите вот просто расскажите и все и будет вам плюсик позитивную карму да триклозан зубная паста пожалуйста хорошо парабены не рассказала до парабены возвращаясь к формалину да вот парабены они помягче более того их можно сделать из рожкового дерева но кто-то развил компанию что парабены вызывают рак опровергнуть это невозможно но парабены везде сняли заметили везде сняли парабены и вы можете видеть не содержит парабенов не содержит лаурил сульфата тра-та-та слушайте а формалин оставили формалин оставили лучше по ней формалину брали а парабены оставили но в любом случае сейчас уже другие действительно консерванты если вы не не видите консерванта не парабена не формалина то значит там например аскорбиновая кислота в интересной форме сейчас много интересного ну наконец флюориды вот они как выглядит посмотрите мыло от антибактериальный абсолют скорее всего содержит триклозан я не права марин марина просто посмотрите состав смотрите флюорид 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 флюор втор и все слова с применением слова флюорид вот это все фториды фториды втор это нейротоксин который уменьшает конгетивные способности и память втор отработали в концентрационных лагерях то есть втором но добавляли в питание заключенным и это были овощи не способные ни к собственному мнению ни к чему просто вот так вот встречается в зубных пастах да вот и интересно что фтор запретили страны которые запретили но фторирование воды они запретили от австралии до швеции посмотрите довольно серьезные такие развитые страны на самом деле до 2 является частью мышиного яда и до процент авторидов в детских зубных пастах несколько меньше чем по взрослых но все равно он встречается и если мы взрослые почистили зубы выплюнули и выполоскали то я помню еще то время когда такие вкусные зубные пасты были клубничка малинка и я в пенерском лагере мы просто их ели очень вкусно было а дай твою попробуй и его лизнул а дай твою а дети которые совсем маленькие вообще могут целый тюбик съесть понимаете поэтому конечно это передозировка безусловно ну и теперь большой фтор большой обман есть целая книга я не знаю по-моему она не переведена на русский вот она написана журналистом и продюсером и бисе кристофер нам брайнсоном она действительно есть вы можете ее прочитать перевести перепроверить в общем человек посвятил 10 лет чему поискому поиску фактов слухов на тему фтора и если пересказывать эту историю то примерно было так был один исследователь который заметил что если вторит до вторит и добавить как-то там в общем укрепляют зубную эмаль и он написал на эту тему выступление а вот его заметили почему-то дали много денег и открыли под него лабораторию и он про то должен исследовать тему фторидов и сказал мне не ребят разрушение все равно происходит в тарида так там как-то уже в разрушены эмали себя интересные ведут а так вот ну как бы не профилактики они не делают но его заставили замолчать что это за люди какие их фамилии пожалуйста это втор большой обман читаете разбираетесь вот но через некоторое время где авториды где вот в каких производствах например эмиссия металлов например производства удобрений втор очень тяжело утилий утилизировать то есть это яд его нужно захоронить как как радиоактивный отку отход они лучше ли разделить на маленькие маленькие части и заложить населению в зубные пасты все равно съезд но вот вот примерно так понимаете но вы можете прочитать я не стала разбираться в этой теме сразу скажу вообще не стала разбираться в этой теме просто втор хлор в общем это галогены ну как бы скорее всего организму вот в большом количестве точно не нужны поэтому я решила 10 лет назад просто исключить фториды из своих зубных паст и не жалею давайте посчитаю что вы говорите у кого шампунь хороший да напишите у кого хороший шампунь розовая вода индия пропилен пропилен парабен и метил парабен на последнем месте скорее всего да ну да значит консервант слабенький у них слабенький дешевенький бензил алкоголь мы пропускаем мы не пропускаем только алкоголь дентурат просто зубная щадка травяные отвары артем какой натуропат посмотрите девушки как нам повезло кетоконазол о сушки кетоконазол но надо посмотреть что за действующее вещество кетоконазол чуть ли не шампунь кетоконазол но я слава богу не все знаю надо просто посмотреть лауре сульфат лауре с сульфат лауре сульфат немножечко мягче чем лауре сульфат лаура вот вот это ла а лаура амфо диацетат это хорошо хлорид натрия это поваренная соль пэк поликватерниум 10 все поликватерниум 10 вот это производная это производная формалина нет все не пойдет не пойдет вроде натуры сибирика хороший бренд надо смотреть этикетки да в тайге корица держится в колгейт и парадон такс если присутствует на последних местах dmdm выбрасываем однозначно формалин токсичен в любой дозировки а если много парабенов их немного их просто смотрите один парабен если вот допустим метил парабен это значит его много нужно положить они кладут идил метил бутил и пропил парабен чиков всех по чуть-чуть я нормально к парабенам отношусь на фоне на фоне этих производных формалина стараюсь конечно парабены тоже не использовать парадон так съесть без флора да я видела парадон такс хороший очень до без второго есть в сторону хорошо понятно про флюориды ну вот примерно так берегите детей детей берегите и вот у меня к вам вопрос тени для глаз румяна лак для волос дезодорантики лосьоны для тела средства от и для загара средства для макияжа помады шампуни боже сколько всяких химикатов у меня вопрос неужели мы такие грязные что не можем обойтись без этого большого количества химикатов и второй вопрос но неужели мы такие ну прям вот в в первозданной красоте ну никак ну да понятно что вот я сейчас выступаю у меня тут консилер у меня там ну в общем да я просто так не выхожу из дому не тот возраст просто так из дома выходить всегда подкрашусь и вы наверно тоже но просто старайтесь чтобы ваша косметика была максимально натуральная хорошо да мицеллярной воде тоже к сожалению поликватерни у меня сегодня продуктивный день да я очень довольна спасибо вам большое до встречи я уже забыла какого числа но в общем будем разбирать этикетки до всех люблю всех целую